Я хочу супчик, лапшешечку, котлеточку, пюрешечку, бутербродик с сыром, с ветчиной, а Катя мне ничего не хочет готовить! Просто проблема в том, что из воздуха борщ не приготовишь. А у нас в холодильнике мышь повесилась. А ещё и проблема в том, что у нас даже холодильника нет, да. Предыдущей серии мы с Катей отправились в магазин, чтобы купить себе хотя бы немножко продуктов, а то неделю голодать тоже не дело. Катя скупила примерно 169 килограмм морковки, а я в магазине встретил свою новую любовь. Сушёные перчики. К нам пристал какой-то дурковатый охранник, мы увидели какого-то наглого школьника, вроде бы всё хорошо, заплатили за продукты, ушли. И вдруг в один момент вспомнили то, что мы две недели не ходили на работу, а деньги-то мы тратим, но новые не зарабатываем. И тут мы с Катей решили пойти на нашу работу в Макдональдс и просто узнать, что нам скажет наш начальник. И как вы думаете, что он нам сказал? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... На Кудыкину гору он хотел сказать. За квартиру нужно платить, деньги кончаются, а с работы нас уволили. Мы в безысходном положении. Субтитры сделал DimaTorzok Я не понимаю, зачем тебе столько морковки. Ладно, всё, Кать, пострадали фигнёй, можно как бы и по делам идти. Давай, ты посмотри, сколько мы с тобой закупили. Просто всякой всячины. Оп! Оп! Ещё, 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 ещё три. Ещё, чё ты, ещё пять бочек морковок! Кать, ты с ума сошла! Да зачем нам тонна морковок? Да ты не... Ёооо, просто посмотрите. Раз, два, три, четыре! Да ты в жизни! Хотя нет, зная тебя, ты мне кажется, за один день ты это всё сожрёшь. Ладно, Кать, проблема в том, что у нас нет холодоса, и нам как бы нужно его купить как можно скорее, потому что это всё протухнет. До завтра уже протухнет. Ты же понимаешь то, что мы лишились работы, и как бы нам завтра за хату платить, и... Ну... Как бы... 12 тысяч. Я предлагаю тебе всё-таки пойти сейчас в МакДак и извиниться перед менеджером, тем более я его бабой назвала вообще, как бы в прошлой серии, извините. Да, я чё-то тоже как-то не знал. Катя в предыдущей серии менеджера бабой назвала. Она обращалась к нему, а почему вы такая, а почему вы... Ну типа, это мужик Кать. Ты дуривил. Ты слишком симпатичный просто оказался, я подумал, что это женщина. Слишком женственный, ну... Так вот, пойдём извинимся, во-первых, за то, что я его бабой называла, а во-вторых, может быть, всё-таки мы устроимся на полставочки, ну хотя бы, ну там чё-то типа придумано, я не знаю. То есть ты хочешь у него... Пошли, пошли помаленьку. Ты хочешь у него попросить прощения? Ну, у нас есть какие-то другие варианты сейчас. Тут в городе, как бы, кроме МакДака больше ничего нет. Пятёрочку? Так. А, кстати, можно... Я читал комментарии под предыдущей серии, я читаю все комментарии. Ты, прикинь, там процентов 10 всех подписчиков говорила, чтобы ты устроилась в пятёрочку на кассу работать, а я охранника. Ну там же, видишь, уже, как бы, есть люди там работают. Ну там, знаешь, там всегда одна касса работает, поэтому всё же можно будет постараться. Давай, пошли, 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 пошли. Хорошая здесь надпись, я всегда удивляюсь, и каждый раз, когда выхожу из дома. Пойдём, пешком-то идём. Ну, конечно. Опа! Опа! Ну, мне кажется, вот таким меня менеджерша, как ты её, его называешь, 100% возьмёт на работу. Пошли. Заново. Короче, смотри, Катюх, что мы с тобой делаем? Мы идём, ты сразу с Холду просто через прогиб бросаешься к нему в ноги, целуешь правую коленку. Я с Альтухой назад также падаю к его ногам, целую левую коленку. Потом начинаем молиться Богу Макдака, потом просим 39 извинений, потом говорим то, что мы будем работать на полставки. И после этого, возможно, он нас заново вернёт на работу. Как ты думаешь? Как же ты много говоришь, кошмар. Да, я знаю, иногда бывает. Не сложно привыкнуть к тому, что менеджер это он. А что здесь, простите, происходит? Я чё, тоже как-то пришёл. Здравствуйте. На колени, на колени, на колени, на колени, быстро как, на колени. Вылитая баба, вылитая. Да не баба, он мужик, на колени. Мы дебилы и дебилка. Мы это признаём. Мы согласны работать на полставки, 50% всей зарплаты. Мы будем работать каждый день, 25 дней, 8 дней в неделю, 26 часов в день будем работать за полставки. Нам просто уже даже нечем, да, что ты говори, Катюх, я уже не знаю, что ему говорить. Самый симпатичный в мире менеджер, пожалуйста. Пожалуйста, простите нас. Простите, что она вас бабой вообще как бы посчитала. Заткнись. Какая работа, видите, закрыта. Ограбили нас. В смысле ограбили? Какому дебилу в голову придёт идея грабить Макдак? И что он здесь ограбил? Бургеры и картошку фри? А я-то думаю, что здесь так много полиции? То есть... КОГО?! Вы нас уволили вчера, сегодня вас уже кто-то ограбил. Ха, лошара, извините. Ну что, слушайте. Вот так вот будете ещё людей нормальных увольнять, вот так вам и надо, так вам и надо, псы. Псы, свиньи, коррупционеры, коррупционеры, вот так вам и надо, уволили... Взятошники. Взятошники, взятки. Жуки коварадские. Кто? Жуки. Мне кажется, Катюх... Майские жуки. Мне кажется, майские жуки, это не оскорбительно, когда ты их так называешь. Пауки, павуки. Как ещё насекомые мерзкие есть, я не знаю, сорокодошка. Фу. Катя, успокойся, ты не умеешь материться. Короче, лошпедина ты китайская, всё, до свидания, Катюх, потопали домой. Так вам и надо, уволили двух законопослушных работников. Реально, пойдём в пятёрочку. Пошли в пятёрочку, дебилы дебильские. Это вы собаки? Это... В смысле собаки? Ты чё, ты чё? Ты... То есть, ты вообще жизнь всю попутала? То есть, ты думаешь, ты бизнес свой прококундил? Ты хочешь ещё сейчас и по носу словить? Катя, пропиши ему каблуком между глаз. Молодец, всё, пошли. Да что ж тебе надо от нас? Я же вас вчера уволил. Вот вы и решили мне отомстить. Что за бредятель на полной воды? В смысле, ты дурак и как мы тебе решили отомстить, о чём ты вообще говоришь? Пойдём, не надо с ней омзить. С ним разговаривать. Пойдём, да? Пошли, Катя, найдём какую-то другую работу. Ты прикинь, чё он говорит? Какая полиция? Ты вообще-то шарики за ролики что ли поехали. Подожди, я не понимаю, что ты от нас хочешь? Воу, 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 discretion. Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Стою-пошли-пошли. Нельзя бежать против полиции. Ты можешь быть использованием против нас. Мы ничего не крали, давай спали. Подожди. Так, я чё-то ничего вообще не понял. Чём он нас сейчас обвинил? чем чем отомстить мы ему хотели они меня так 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 все спокойно спокойно я знаю законы я юрист я юрист тихо тихо авокадо ты ты рекламщик ты не юрист я учусь в президентской академии я президентом все все нормально все где куда пойдем у нас нет отпечатков пальцы здесь мы ничего не короче подписка на канал за то чтоб катя будущем было президентом хорошо давай садись 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 не плыли блин дебильный менеджер товарищ полиционер мы не виновны мы чисты где мы были вчера подойти мы были вчера а так вот мы пришли в макбат кстати мы же пятерочки короче господин начальник полицейский майор мы сначала пошли в пятерочку мы вам даже можем все перечислить мы купили бананы картошку катя купила примерно 700 килограмм морковки не спрашивайте зачем я сам не знаю что мы там еще купили катю хлопья купили короче мы много всего купили потом качество что дальше было чем и делали вроде чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё а деньги у нас потому что подписчики наши посоветовали нам два айфона продать это просто менеджер менеджер завистливая скотобаза вот он 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 решил нас подставить мы ничего не делали вот посмотрите нас мы худенькие два здоровых молодых человека и молодая женщина да мы мы не жрём эти бургеры да на какой черт вообще покажите мне человека вот на этой планете из семи миллиардов людей какой придурок будет грабить макдональдс да что он там соусти риаке украл или кетчуп дуримон тухлогрудый на специально хочет хочет вот это вот поставить нас молодец учишься катя рандомные матюки господин полицейский в общем ей учитывая что нас тут обманули немножко задержали мы ничего не успеваем довезите нас там довезите нас домой там буквально 5 минут 5 метров пройти пешком можем довезите нас пожалуйста полицейские мы будем жаловаться это это ложный вызов это ложный вызов на на сложно подставили а вы ложно нас затащили в машину я вообще могу сказать то что вы меня добогались я же привлекательным так соткнись хорошо лучше да мне реально чего-то визите очень будьте нормально у меня в конце концов в инвентаре и гаечный она беременна и ходить нельзя катя морковкой беременна чем я не могу машине ударить зачем ты мне вообще вот здесь вот здесь после подъезда вы прыгали выпрыгивай майор полицейский все спасибо майор полицейский пошли сюда как а чё нас лавочки из дома убрали потому что ты другой подъезд пошла я сзади тебя ой я каждый день удивляюсь с кем я встречаюсь ты меня удивляешься не удивляюсь тебе же тоже удивляюсь сюда крючка пошли нам с тобой нужно что-то придумать подожди присядь у нас серьезный разговор сейчас будет я с этим полностью согласен молодая женщина но проблема в том то что у нас работает работает пятерочку не вариант там я видела что вакансии нет никого не принимают все свои кифсы уборщиком где мы еще на куда вот именно где мы можем устроиться работать кать я где-то кошку услышал у нас возле подъезда кошаки завелись ладно у нас вообще уже по сливке единственный макдональдс единственная пятерочка вариантов вообще мало может быть мы о чем-то не знаю вот у ашота вот этого который ломбард я предлагаю тебе написать листовки и развесить их вдруг мы кому-то нужны в этом мире вдруг мы не одинокий слов я тебя понял прям моментально жди здесь жди здесь сейчас я вернусь так сюда 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 все листовки все вот эту и две ручки екатерина вы кухлядская в общем смотрите 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 вот вам ручка вот мне ручка а зачем вы почему я в мельче макдад нахожу я шо дурак вот вам половина бумажки вот так и вот так короче ты знаешь что нужно делать нужно сейчас придумать себе портфолио что мы умеем делать сколько нам лет на какую должность мы будем устраиваться образно да мы сейчас листовки себе сделаем и развесим по всему городу давай мы будем друг другу говорить что мы умеем вот допустим ты можешь себе даже писать там екатерина 21 год профессионально умею трепать нервы что-то вот в этом роде знаешь эдуард умение на умение разбрасывать носки по всей квартире и правда я за собой всегда все убираю неправда екатерина вы кухлядская умение пилить своего мужика за то что не помыл одну кружку а эту арт пропиздонович а внимание умение всегда бесить свою девушку тем то что он опаздывает и не может собраться что делать или прическу там вот это все ну неправда я просто ролики на канал заливал и все и вот поэтому не успевать давай заткнемся и сам себе каждый напишет я не буду тебя вообще советы спрашивай да нафиг ты нужен мне очень активно нафиг нужно вообще в этой жизни пока было приятно познакомиться опаздывать везде и всегда это жизненная кредо эдуарда опаздывать на самолеты на поезда на электрички и сапсаны по слову питер и другие страны нужно всегда приходить последний настойку регистрации бежать потом роняя какашки чтобы тебя пустили самолет также перед стримом нужно ролики записывать чтобы потом материть всех подписчиков ну шо ты там все сделал я уже я тоже все сделал ты готова прочитать своего резюме да я первый так давай я его повешу вот сюда первое так иди сюда если шо гори поправочки там что исправить что добавить смотри горячий мачо мэн ищет работу мои навыки строитель от бога ну как бы опыт майнкрафт 6 лет майнкрафт играю умею заваривать доширак умею мыть посуду ну то что ты меня заставляешь я уже горил по кружке элитно заправляю кровать понимаешь элитно и вот никогда не заправляешь я всегда вместо тебя заправляю профессионально играю на нервах ну это я умею плюс плюс чат знаю наизусть инструкцию косвежитель передержа но это я уже выучил просто моментально и если что самое главное я хоть и горячий мачо мэн интим 18 плюс не предлагать конечно у тебя же есть я и и вот телефон я свой оставил вот чтобы звонили а у тебя что давай читать итак симпатичная девушка ищет работу я умею ну что я умею покрашу ваш забор сломаю бедрок закрытыми глазами научу вашу собаку срать в унитаз доставлю мыть посуду вашего мужа потрясно заваривал чайный пакетик и внимание незнакомцами не знакомлюсь а со знакомцами знакомишься ну да то есть только с незнакомцами не знакомишься я все принципе ни с кем не знакомились у меня есть ты а как ты можешь незнакомиться с незнакомцами если в принципе не знаешь пойдем работать пойдем искать здравствуйте если что листовочка листа приглашайте на работу если вас есть извините извините мы вас здесь побеспокоим на секундочку просто мы тут развешивай извините вот сюда вот мы тут работающим горячим мачо мэн и вот эта симпатичная девушка на машину я тоже свою уходе куда уходим блин куда куда я потеряла тебя здесь еще оставим катюх иди сюда возле больнички вот сюда я одну за пиндюлю и вот сюда за пиндюлю ты давай свои развешивать вот тут где бабулька работает вот сюда если бабульки нужно будет помощь на работу устроить вот она нас и позовет вот сюда убьет или любят да и вот сюда у давай еще на пятерочку вот сюда я куда-то повежала прям возле пятерочки здесь возле пятерочки здесь возле пятерочки здесь оночетк folks игрок рево повесилось и ты давай свои развешывай куда только можно я сейчас водкой спирт а фотика вот сюда если шоев Cela будет помощью на сразу пригласит ну и последнее автобусную остановку будет сюда еще по сантрэ звонения раскаты всегда готовы работать сейчас остается ждать ждем ждем давай пойдем присядем куда-то на бетон главное задница не простудить можем туда пимушку пойти там лавочки есть мороженка поставим подождем мороженого я посмотрю на него я посмотри кушать же ты его не будешь просто смотри так это жмот просто хорошо просто не я не жмот я просто за твои талии меня умоляешь да хочешь вообще все мороженое без разницы корова вообще потом будешь ну ешь тебе кто-то звонил мне учет никто не звонил мне чуть никто не звонил правильный телефон вообще там может быть звук выключен на телефоне проверение господи два дебила мы указали телефон чтобы нам звонили работу а мы от вас наверно нам звонили да да чё подожди кто мне звонил сейчас пропущенные звонки посмотрю так сейчас голосовая почта сейчас подожди о прикинь мне и это илон маск звонил из теслы ну короче хоть чтобы я машину в космос запустил прикинь прикольно а мне тоже смотри тут прислали сообщение на на мою почту сказали что это самое на марс хотят нас отправить как первых двух людей на нас а нас а прикинь мне звонил брэд питтс анжелина и джоли сказали то что меня усыновить хотят прикинь миллион баксов не соглашайся соглашайся кать мы в предыдущей серии телефоны продали подписчиков подсказка подписчики нас заставили продать телефон и вот знаешь что они горели в большинстве случаев продайте телефон и зачем вам телефон и вы бомжи зачем вам два айфоны а мы сейчас ищем работу указали у нас как бы симки есть мы симки то вытащили а куда нам звонить то будут на тапок реально на гулятор может кульятор пошли кашот у пошли кашот у на чем кашот а на что нам будут звонить возможно висит уже кто-то звонил и что нам дальше дело пошли сюда ты хочешь обратно бы иди сюда нет я не хочу обратно выкупать а шаг брат салам пополам северному кавказу грузии в салам брат пополам в общем короче нам нужны телефоны мы два дебила и подписчики нам нет с одной стороны подписчики молодцы потому что нам завтра нужно захоту платить если мы не продали фон им уяз convince хотел даже ничего не смогли бы заплатить ашоте братьев 2 телефона нужны просто чтобы дзелин дзелин делали и чтобы мы вот я зелин залин делали нет брат и брат их а я вам телефоны не отдам их продал так чертова и бабушкина мне нужны наши телефоны. Нам звонилки нужны, кирпичики такие мини. Обычные. Самое главное, чтобы звонил. Любая Бандура. Нокия 3310. Да, есть Нокия 3310. Давай, давай, брат, давай. Ой, подписчики, подписчики, чё-то вы как-то нас залахопедили. Да поменьше советиков надо читать в комментариях. Не, иногда бывают дельные советы, иногда вот такие. А шотик, братик, есть что там? Что, что это? Что это? Покажи. Ой, реально, Нокия 3310. Так, нам две штуки, пожалуйста, две штуки. А шотик, братик, две штуки. Так, Катюха, держи, это тебе, Нокия, и тысяча штука. Тысяча штука, хорошо, тысяча штука, тогда держи. 500, 500, 500. Ага, вот так, смотри. Опа, 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 опа. Две тысячи. Всё? Отлично. Спасибо, шотик, братик. Сейчас, подожди, надо симку вставить. Пошли, пошли, пошли. Всё, сейчас можем переборать. Ну, ладно. Будем, конечно, ходить с этим кирпичом, но хотя бы с ними. Ах! Не звонят! Опа, опа, опа! Алё, 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 да-да-да, да, 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 да ладно. Чё там такое, Катя? Серьёзно? Чё да рассказывай! Кто звонит? Субтитры сделал DimaTorzok